С 3 по 15 июля в Ульяновской области пройдут финалы соревнований по шести видам спорта. Среди них шахматы, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование, а еще бадминтон. Спортсменов этого направления ждут на площадке Фокарион. Гостей ожидается много, почти две сотни участников. К их приезду обновили прилегающую территорию, в том числе гостевой паркинг. Здесь без труда уместится 60 машин. Осталось установить освещение и нанести разметку. Кроме того, руководство отработало линию безопасности. У нас по периметру нашего учреждения установлен забор. Установлены четыре шлагбауна, три из которых автоматически установлены камеры видеонаблюдения. А еще в двух зданиях комплекса установлены турникеты. Через них спортсмены пройдут на соревновательную площадку 6 июля. На протяжении трех дней все они будут биться за победу. В универсиаде принимают участие уже подготовленные спортсмены. Есть и те, кто только начинает знакомиться с миром спорта. К большим соревнованиям их готовят в спортивных школах. Их сейчас ремонтируют к новому учебному году. Как пример, борец на улице Пушкинской. На июнь месяц здесь уже обновлена входная группа. А штукатурены и покрашены стены. Подведен свет. Плюс построена новая баня из липы. Реконструирован восстановительный комплекс. Сейчас расчищено помещение. Готовится спортивный зал под замену пола. Мы 100% успеваем к началу нового учебно-тренировочного года. Но идем с опережением. Подрядчик у нас ответственный. Мы завершаем все в срок. Я думаю, что в середине июля, в меньшей степени, к концу июля работы будут завершены. Самый большой объем работ предстоит сделать в спортивной школе имени Дмитрия Разумовского на верхней террасе. Здесь под замену почти все. От пола до потолка. Чтобы расширить помещение, решено сделать перепланировку. После этого у легкоатлетов, борцов и каратистов появится новый тренажерный зал. Соответственно, мы меняем здесь полностью вентиляцию, систему освещения, систему отопления, красим все стены, окна, крышу, ну и фасадную часть. То есть мы планируем, что к началу учебного года мы сами удивимся, увидим уже такую новую картинку, современную, красивую, чтобы наши маленькие детки могли с удовольствием приходить в наш зал и с удовольствием тренироваться. В тот же срок обещают отремонтировать большой зал, душевые комнаты и раздевалки. Сами спортсмены представляют грядущие изменения примерно так. Ну, хорошо сделанный туалет. Было плохо. Особенно, где переодеваешься. Эти потребности учтут в первую очередь. Суммарный ремонт обойдется в 16 миллионов. Подрядчик обещает все работы закончить в срок. Это радует родителей. Они, в свою очередь, улыбаются. Говорят, когда мы учились, таких условий не было. Так что смело можно сказать, нынешнему поколению повезло. Было бы желание, а условия создаст городское и региональное правительство.